Итак, продолжаем. На чем мы становились? С этим понятно. Обменная энергия понятна. Чего не хватает? И опять же, посмотри, прежде чем что-то получить, нужно дать. Хочешь любви? Дай любви. Хочешь любви по-мужски? Хочешь любви по-мужски? Хочешь любви по-мужски? Дай любви по-женски. А для мужчины это же тоже подходит? То есть, если мужчине чего-то не хватает, он смотрит сюда? Конечно. Ну а как же? И дает то, чтобы получить это? Если я хочу, я хочу чувство удовольствия от женщины, нежности, сексуальности. Я говорю, а мы еще про сексуальность должны поговорить, про холодность. Почему? А моя жена какая-то, ну вообще не интересная в этом плане. Что я должен понимать? Что-то не так я делаю, наверное, да? Здесь много процессов, да? Бывает, что как бы понятно, что может с детства какие-то проблемы, с детства нет уверенности в себе. Мы говорили о том, что физически, физиологические, психологические проблемы, скажем, сексуальной неудоверенности, да, сексуальной закрытости. Это важный момент. И, конечно же, они должны, вы их узнаете, когда вы общаетесь с своим партнером, да? Если все нормально было, но потом какой-то момент вдруг потерялось. Смотрим, откатываем назад, тот момент, что случилось, что я ляпнула, дура, или что-то я сказал, что-то потолстело, что ты уже не влазишь в эти штаны, или там это, боком надо тебе входить в эти двери, надо косяк расширять, двери снимать. Или вы воспользовались каким-то там, каким-то, скажем, там, секретом, который вам партнер рассказал, и его при этом насмеялись над ним. Или у вас соседи там рядом лежите с родителями там в одной квартире и так далее. Или муж устает с работы, приходит умотанный, а вы ему не дадите возможности восстановиться и хотите, чтобы еще какой-то секс был. Или вы играете роль мужскую в постели, а ему это не нравится. Окей? И так далее. Эти все вопросы очень тонкие, вы все должны обговаривать. Ребята, все вопросы решаются, если мы их обговариваем. Я считаю, это однозначно. Поэтому здесь лидерство идет за кем? Мужчина? Пятая чакра. Пятая чакра. Мужчина, да? Тот человек, который говорит, который инициирует этот процесс. Девушка в природе своей, она скрытная, она стеснительная. Да? Мы общаемся, мы даем знания, мы учим. Поэтому не надо стесняться. Все любые. И вы, девушки. А вы, девушки, понимаете, что мужчина, мы тоже, мы не очень разговорчивые. Но мы почему не разговорчивые? Хотя это наша природа. Мы должны коммуницировать, нести знания и общаться. Но мы закрываемся тогда, когда у женщины сердце, у нас сердце закрытое. У меня сердце закрытое, я весь в себе. Что такое нести знания, общаться, вот подходить, сказать, девушка, я должен комплимент сказать. У вас красиво фигурит. Вы, наверное, занимаетесь спортом, фитнесом, да? Нет, от природы. Вы знаете, сколько природа потеряла сегодня? Вот у вас талант уже есть от природы. А если вы его разовьете еще лучше, то вы будете еще красивее. Это неудачный комплимент. Я растерял. Очень приятно. Спасибо, что ты знали. Надо сначала наполниться, да, наполниться, посмотреть, что ты действительно увидишь. Ну, это паузу сделать, да? Надо увидеть, наполниться состоянием, прочувствовать искренне, а потом сказать. Тогда она будет больше работать. А когда ты от ума говоришь, не работай. Если просто механически, я иногда прошу, скажи мне, пожалуйста, 10 комплиментов. Мне очень хочется. Ну, можно и так, пускай. Или, или, или три, может сказать. А теперь подумайте. Отлично. А подумайте. А с чем проблема? Кто у того мужика робит таким сенсорным и словесно обильным? Творческим. Кто активирует ее пятую чакру? Это же пятая чакра. Стихи. Стихи, творчество, музыка для тебя, любимая. Танцы. Это внешнее проявление. Пятая чакра. Я пишу для тебя стихи. Как девушка может это активировать? А? Как девушка может это? О, как мне это сделать? Через, в данном случае, через сердечную чакру. Чувственность. Внимательность. Что должна сделать? Что должна девушка делать? Так, девушки, что? Девочки, я думаю, быстренько давайте в эту женщину. Я буду мужик вам рассказывать. А ну, девушки, скажите, красивые, милые. Я где-то вас уже видел, Маташа. Где вы были? А? А где это вы были? Здесь вы были. Ну, это надо же интересно. А ну, вы скажите. Вы уже продвинутые, прокаченные. Уже были все, уже целый год назад. А ну-ка, как девушке сердечную чакру зарядить мужчинам? Сердечностью. Я считаю, что искренность важна. Как ее проявить? Говорите своих чувствов. Говорите своих болей, например. Говорите то, что бы хотелось услышать. Окровенно. То есть быть внимательным. Но даже не быть придуманным. Не придумывать себе. В смысле, чувства, комплименты. Мы сейчас говорим о сердечности. Как мужчине открыть сердечность? Ну, я лично мое понимание сердечности это настоящее. Это просто настоящее и глубокое. Ну, и вообще-то не красивая, когда это было зной. Быть глубоко, потому что я по-другому. Давайте посмотрим, что такое сердечность. Вообще-то это относится к категории... Я думаю, что я мама заботливая. Забота. Это чувство сострадания. Чувство сопереживания. Чувство таким, как он есть. Безусловная любовь. Представьте простое-простое. Любимая мама заботится о любимом сыне. Да? Вот вам, вот вам эта сердечность. Забота. Любовь безусловная. Сострадание. Вот это есть сердечная чакра. И вот когда вы даете это мужчине, что вы делаете? Вы мужчину делаете тонким, чувственным, да? Мы по природе грубые, неотесные болваны. Наполни меня этой нежностью женской своей. А еще добавлю сексуальность, чувственность, плюс сердечность. Целый герой, понимаешь? Он и чувственный, и он внимательный, и добрый за собой. Он не просто как зверь. Давай секс тебе, дай пожрать, поймаешь, и все. А кто виноват? Мы такие по природе есть. Мы мужики-самцы такие по природе. Вы же нас облагораживаете, заведите в общежитие мужское и женское. Какое общежитие мужское? Да все такое тесно, все такое болванное, формально все. А зайдите в вашу комнату. Там цветочки, там картиночки, там такие-всякие. Что там только нету. Я вообще кижал, знаю, что такое. Вы нас облагораживаете, вы нас делаете более цивилизованными людьми. Вот это вот горилла такой, вот это много не надо. Но в самом деле мы такие есть, что вы удивляетесь? Это наша нормальная природа. И нам комфортно с этим, потому что мы в горах лазим, в лесу, понимаешь? Слава, еще очень часто мы требуем то, что скажи мне, да, вот, хорошая и не требуем, а потом при этом, что он не хочет это говорить. А я достойна ли, чтобы он меня обманул? То есть я согласна, чтобы он не сказал ни то? Ведь я, ну, то есть после этого стану счастливее? Нет. Так сделай что-нибудь, чтобы это действительно от души он это сказал. А если я хочу, чтобы он сказал, что я там хорошо выгляжу, сделай это, словами потом нежными, он сам скажет. Даже может быть случайно скажет, ой, что с тобой, как ты такая? И ты будешь тогда удовлетворен, а не так, скажи 10, я сказала 10 и все. Любые требования, вы знаете, как мужчина воспринимает, да? Когда жить так, мужик, я уже про эти сапоги, уже дырки у меня есть. Сапоги, понимаешь, зимние, не видишь, жена голодная, холодная, зима на улице, ты муж мне или не муж, совсем невнимательный. Вот вы требуете от него, он видит, что сапоги дырявые, но он найдет еще одну причину. Сказать, что деньги коплю там на вертолет, на что угодно. Почему? Потому что мужчина хочет принимать решения, а не с подачи жены. Ты мне сказал, я есть податра, я побежал, сейчас буду делать. Кто это, мужик или нет? Я там мальчик на бегушках, я аж король. Представляете себе всегда, что вы разговариваете с королем, девочки, может так будет работать. Вы разговариваете с королем, уважительно. Чтобы стать королевой, кто у меня муж должен быть? Королевой. Или что ты сказала сейчас? Чтобы я была королевой, кто у меня должен быть муж? Ну, король. Король. Как я к нему должна относиться? Как к королю. Не, ну какая она там будет подача? Значит, нужно создать ситуацию, чтобы мужчина сам поняла. А если мужчина даже не видит, ну, грубо говоря, если он даже не видит изменения. Ну, мы же только что говорили. Если вы не прошли, пробежали мадамские, терминские наборы, все этапы развития отношений правильных. Это ваша уже карма, с этим работайте. Если вы знаете продвинутые, просветленные, вы знаете, как нужно выбирать себе половинку. Знакомство, выбор, эксклюзивно даже не наполняемся любовью, сладким вкусом. Потом, когда уже наполнился, теперь я смотрю, какие горькие вкусы, вытаскиваю свои скелеты. Готовы ли я это потянуть. Потом взвешиваю, чего угодно я это потягнуто. А потом прямая решение. Так, давай мы на помогу, я готов, согласна. А потом женимся. Процесс. Если уже влипнет, давайте с этим надо работать. Напомню о том, кто за что отвечает. Если мужик, опять же, невнимательный, нету тонкого вкуса. Я, женщина, за это отвечаю. Если мужик говорит, что жена не дает секса. Да, часто мужики говорят, что секс, вечно голова у нее болит. Это как анекдот. Ночью муж будет жену, там в 3 часа ночи. Говорит, на таблетку. Она говорит, не надо. У тебя голова болит? Нет. Ах, не болит. В бессознательном состоянии проверил. Чтобы не было такого, чтобы это было в удовольствие. Потому что это, от этого выиграет все. Когда сексуальная энергия, это одна из энергий необходимых, которая нужна для того, чтобы цепочка замкнулась. И пошла энергия выше. Снизу, самый верх. Есть чувственная сексуальность. Есть достаток в семье. Есть достаток в семье. Есть любовь, прекрасные семейные отношения. Есть семейные отношения. Есть чем поговорить. Есть кого учить и передавать знания и так далее. Творчество. Все взаимосвязано. Не вырезайте ничего. Если вы думаете, что вы, как некоторые люди, думают, что вот мы, я весь в духовности. Секс только для развития детей. Это, наверное, я не знаю. Ну как можно здесь только быть вверху успешным, если у тебя внизу корней нету, база, вот три чакры. Если нет обеспечения, у тебя нету достатка, нет защиты. Как ты будешь защищенным? Ну типа монах, который живу, я там где-то себе в храме, в горах медитирую. Спустился в мир, а там, оказывается, деньги надо зарабатывать, где-то надо что-то кормить. Все начинается снизу, корни, база. И чувство удовольствия одно из этих. И защита тоже, которую мы должны давать мужчины. И обеспечивать. Поэтому если такой духовный, сижу, там, медитирую, и думаю, я вот такую же жену найду медитирующую, все будет классно, найдешь. Но вас кто-то должен кормить, вы где-то должны вашими жить. Кто-то вас будет защищать и кормить. А вы будете только заниматься верхними чакрами. Ну тогда это искусственная жизнь. Но если она всю жизнь, нормально. Как бы вас так всю жизнь там кормят в интернате, в этом, понимаете. Вы только медитируете, ну классно. Или упали в ситхе, в состоянии тела покинули временем. Окей? С этим понятно? Еще напомню, что мы имеем мужская и женская энергии. Любая из этих энергий. Любая из этих энергий. Любая из этих энергий проявляется как по-мужски, так и по-женски. Любая из этих энергий проявляется как по-мужски, так и по-женски. Все защита, удовольствие, добывание денег, общение и так далее. Все семчакры по-мужски и по-женски. Я, женщина, должна проявлять по-женски. Мужчина по-мужски. Окей? Если вы начинаете бодаться, вам что-то не нравится. Женщина может финансово, если я зарабатываю деньги, я... Женщина может финансово, нет, обеспечение семьи, обеспечение, да? Не зарабатывать денег, это три человека, да, обеспечение. Женщина, мужчина обеспечит финансами, достатком. Ну, другим словом, приносит там мешок баклажанов домой, а жена с ней готовит. Она обеспечит, что она готовит кушать, а муж, что он приносит домой. Вот, это ее обеспечение. Защита. Муж внешне защищает, жена молитвами, мантрами говорит, да, и так далее. Команда. Да? Так, что? Заключаем, закрываемся. Ну, да, все подустали. Устали, я знаю, надо полтора часа, надо делать отдых. А мужа с вами сколько? Ну, да, два часа только. А, два часа только. У нас обычно три часа идет. Еще вопрос, ребят. Устали уже, все, закрываемся? Нет, вопросов много. Да, но носительные, если с вами. Кто за то, чтобы закрыть, поднимались руки, подняли ручки. Ну, мы никогда не закрыли. Давайте так, все, уже сегодня остальный час, уже я на воду. Все, завтра уже все, отдыхаем, праздник, я отдыхаю. Вопрос, который я никак не понимаю. Давайте. Девушка, ну, вы сказали, мужчина, капитан корабля, девушка должна точно знать, куда он повезет и так далее. Девушку спрашиваешь, какая твоя мечта, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь? Девушка не знает. Она говорит, вот я не знаю, вот когда у меня появится там молодой человек, вот тогда я пойму, что это. Вы спрашиваете о мечте жизни, наверное, это неправильно, потому что это мечта, вернее цель, да, если это цель, она у женщины действительно может появиться, когда появляется мужчина. Просто когда женщина, для меня это говорит о том, что женщина просто не защищена. Когда я нахожусь на острове, я не знаю, или оттуда меня заберут, или мне упадет что-то с неба, или я буду всю там жить, я не знаю, что я тебе скажу, где и как я буду через 10 лет. Наверное, я спросил бы, какие у нее ценности в жизни, что для нее очень важно. Какие ценности вы цените? Я прошелся по 7 чакрам. Показайте мужчину. Вот, ребята, тоже самое, 5 из 7 чакр, да, вот если задаете вопросы своему партнеру, у нас есть список вопросов, которые нужно задавать, когда вы знакомитесь друг с другом, очень важно. Как я говорил, сколько детей хотите, где хотите жить, какую зарплату ты ожидаешь, сколько там мейтенс, сколько тебе нужно денег, чтобы нормально жить и так далее. То есть все вот эти важные, жизневажные вопросы, они должны быть обговорены, да. И можно то же самое, приводясь к 7 чакрам, то же самое. Например, занимаешься спортом, не занимаешься. Что ты делаешь вообще? Второе, чувственное, что такое чувство? От чего ты получаешь в жизни удовольствие? Что дает тебе удовольствие? Читаю книги, смотрю природу, слушаю музыку и так далее. Тут вопрос про мечты очень для меня важный, потому что я тогда свой корабль могу к этой мечте направить. Правильно. Человек мне не говорит про мечты, у меня это как бы человек... Для того, чтобы женщина, я думаю, чтобы она определилась с этой мечтой... Давай сейчас девочек спросим. Чтобы она с этой мечтой определилась, наверное, ей нужно сначала понять, какие возможности капитана. Да, она говорит... Какие у него мечты? Какая твоя мечта? А я как бы... Вот и в ответ! А вы? Даже нет! А вы? Нет, у меня мечта есть, все там прекрасно. Вот она спросила, какая ваша мечта, а что вы сказали? Сказали свою мечту. Что она после этого ответила? Человек понравилась, хорошая мечта. А свою мечту она не сказала? Она не сказала свою мечту. Ну ей нужно время, нужно прочувствовать, насколько ваша мечта надежная. Хочется человеку уже с мечтой, который знает, в чем она хочет. Смотрите. Есть сразу несколько трюков, которые... Ну, я сейчас не буду раскрывать их отдельно. Да. Попробуйте включить свое воображение. Идея какая? Вам нужно составить минимальный набор качеств, которые вам нужно увидеть в своей женщине. И поставить их раскрыть через вопросы и ответы. Это их очень много. А вы смотрите, чтобы вот на то, что их много, когда выбираем какой список, сколько я могу дать. Вот что я прошу, вот то я должен столько дать. Назад. Да? Помню, что должен быть баланс. А то и сверху. Поэтому помятую о том, что в сутках 24 часа, из них надо 8 часов работать, спать, с семьей заниматься, спортом и так далее. Да? Вот так вот. Что еще? А что вы еще не сказали? Чего какие вопросы не обсудили? Говорите. А, вы здесь появились уже. Здравствуйте, Маташа. Я это вижу шляпка. Солнечные очки. Кому интересно, почему солнечные очки вредны? Всем. Я очень хорошо. Я записал ролик на 20 минут на YouTube. Найдите в этот дом. Хорошо. Экономим время. Да, я более подробно вкратце скажу то, что это связано с вашими мышцами глаза. Очень-очень вредно. Плюс то, что идет энергия от солнца, которая проникает через сетчатку глаза. Окей? Очень полезная информация. Посмотрите, может вам откликнется. Я считаю, что это очень вредно. А кремом от солнца полезно? Крем от солнца. Отличный вопрос. Спасибо. То же самое скажу. Я считаю, что в Америке очень большой процент заболеваний на рак кожи. Рак кожи на третьем месте. Рак кожи на третьем месте вообще по экологии. И я не знаю, откуда я это взял. Но нет, ребята, я только с вами делюсь своими мнениями. У меня ощущения очень простые. Чем дальше мы от природы, тем больше у нас проблем. Чем дальше мы от природы, во всем. А сколько мы ложимся спать. Кто у нас лидер? Самец или самка? Свет, когда загорается ночью. Когда мы продолжаем себе дневные сутки. Недостаток энергии. Если мы продлеваем свой день, организм не получает энергии ночи, звезд, планет. Это все, что искусственно. Свет это искусственно. В природе птички и все остальные животные не подсвечивают себе же, правильно? У них все хорошо. Первые петухи встают, никто их не будет. Четыре часа кукурекивает первый петух. Второй петух в пять часов. Третий в шесть. А потом уже все проспавшие. Все в природе очень грамотно. И если вот... Где в природе видишь, что таблетками лечился? Никто таблетками не лечится. Да? Нет этого. Нет в природе высокоразвитых существах, чтобы самка руководить самцом. Нет этого. Самцы руководят самкой. Садом. Отвечает. И все многое-многое другое. Те же роды возьмите, да? Когда я от этой... Роды. Ложись это вверху пупом и рожаю. То тебя вытягивает. Тужися. Тужися. Ото. Туда стреляй в небеса. А потом говорят, почему в агрикозной ширине всякие проблемы у женщин. Понимаете? В YouTube посмотрите, как в племени писякака рожают женщины. Естественным путем присела на корточке. Центр давления тяжести. И через 3 минуты здесь все видео длится где-то 5 минут, 7. А только она присела, ребенок вышел, она завернула его. И все. Все дела. От все, что неестественно. Все, что мы нарушаем. Природное, что было. Отсюда проблемы. Я лично вижу так. Что угодно. Ложимся спать. Когда мы кушаем. Кто ночью. Где вы ночью видите. Холодильник открывается. В 12 часов ночи. Жор нападает. И давай наяривать туда. Где увидишь, чтобы это вот в природе. Такое было. Не едят животные по ночам. Едят определенное время. Вот и все. Все. Да. Это нормально, если мужчина говорит конкретно критику женщине, какой он хочет, чтобы она была именно по саморазвитию. Или этот вопрос отпадает, когда мужчина сам собой занимается. И благодаря этому она подстраивается. А если не подстраивается, то и... Цель какая? Вопрос о том, как сказать это? И вообще необходимо это говорить. Или... А то, чтобы женщина занималась спортом, например? К примеру, да. Окей. Или интеллектуально развивалась. Пятая чакра у нас есть. Это мужская. Это обучение. Пятая чакра это обучение. Мы лидеры в том, чтобы обучать семью, детей и супругу в том числе. Да. Мы должны быть лидерем во всем. То, что касается наших мужских энергий. Поэтому, если вы считаете, что для вас важно, в вашей семье принято, что здорово, жизнь это важно. Вы практикуете. Начинай через себя. Не говоришь так, а ну, рота, подъемте. Учитывая, что как с девочкой нужно разговаривать. Мягко, нежно. Вы помните, что же девочка это чувство, да. Ей надо через чувство. Это нам просто, мужику. Рота, подъем. Поднялся, встал, в осек, упал, отжался. Какие проблемы. Все. Это учитывать, да. Как говоришь, каким тональностью. Тон для женщины очень важен. Но всегда работаем своим примером. Если я встаю, совершаю аскет, встаю в 4 часа утра, делаю медитацию, холодное мгновение и так далее, правильно питаюсь. Женщина сама будет стремиться. Она будет гордиться тобой. Она хочет это. Я скажу, как меня повлияло. Я моржую зимой. И представьте себе, у меня жена, мама, сестра, брат. Все моржевали. Хотя до этого, когда я им сказал, да ты что, то с ума-то простынешь, менингит будет, а наиболее. Ты что, увезут? Я сделал по-хитрому. Я говорю, идемте, мне там это, надо вот это, я там покупаться, да, надо что-то поддержать меня. Если вдруг, а, друг, судорога мне схватит, вдруг меня вытащит. Типа, ну, на жалость маме сказала. Ну, да, точно, Дема, ты же дурак такой. Я побегал, все нормально, разгоряченный, прыгаю в прорубь. Такой, выхожу, мне классно, жарко, пар идет, все так хорошо. Мама видит, мне так классно. Мама так раз ходила, мама два раз ходила. А я ей разъясняю, чем это хорошо, как себя чувствую. Смотри, мама видит, я не болею, все классно. Мама, бултык, сейчас я тоже хочу. Да, я тоже хочу. Сестра-то вообще такая худышка у меня. Тоже нырнула. И такая, боюсь, а-а-а-а. Такая, плюх, блюх, блюх, блюх. Ой, классно, классно такая. Люди видят по примеру, как она работает. Да, пусть примеры. Да, это самое лучшее, самое лучшее. Получается, точно так оно играет, чем больше мужчина защищает, чем больше мужчина обеспечивает, тем больше женщина сексуальна, тем больше женщина женщины. Ты так понимаю? Абсолютно верно. Статистику приведу. Проводили, америкосы любят статистику, проводить на разные темы. И одна из таких, был такой вопрос у них, в какой стране женщина чувствует себя самой удовлетворенной, по всем показателям, удовлетворенной. Не только сексуальной, и социальной, и так далее. И выяснилось, что самая удовлетворенная женщина оказалась, как вы думаете? Где самая удовлетворенная женщина? Африка. Почему? Музыки работают. Нет, где-то вообще не работают. А то, а что туда нельзя взять мусульман? Мусульмане в этом счет хороший пример. А откуда вы знаете? Потому что они там все материально обеспечиваются. Их жен так, что она там все. В Эмиратах. Арабские Эмираты. 98% женщин считают себя самой удовлетворенной. 98% самые высокие. Потом мусульмане идут, что в 96% что-то такое. Идея в чем оказалась? Причина какая? Потому что женщина чувствует себя защищенной. Номер один. Защищенная. Да. Когда ты защищена здесь, отсюда все остальное идет. Ты здесь и здесь. Первые три чакры это базовые чакры, я уже говорил. Защита, удовольствие или продление рода в том числе. И обеспечение. Если нет этой защиты, где ее взять? А? Если вот. Сейчас, если это закончилось. Да. Окей. Это базовые функции, которые есть у всех живых организмов. Включая одноклеточные. Все защищаются, все размножаются, все питаются. Да? Поэтому это есть функции базовые. Если они, мужчины, если мы не обеспечиваем вот это женщину, не ждите, что женщина вам что-то дальше даст. В том числе и вот это удовольствие. И денег не будет. Не мав семьи грошей, приняй на себе. У чем проблема? Ну сначала посмотри, у тебя соединено с родом, с папой. Все ли хорошо с бабушкой, с дедушкой у тебя соединено, да? Род. Должно быть обязательно. Все начинается с корней. Все оттуда. Потом смотришь, как у тебя отношения с женой. Или жена достаточно сексуальная. А, что была сексуальная? Нет понимания сексуальной женщины. Это все искусственно. Мы все сексуально... А, там задавал вопрос, как провериться. Сейчас ответим на этот вопрос. Как провериться перед свадьбой? Хорошие просмотки допустили. Поймите, мы от природы вот это вшитые. Вот эти все функции продолжения рода, это вшитые у нас. Все эти функции вшиты у каждого. Защищаться, выживать и размножаться. Поэтому, если это должно быть, иначе мы все вымерли. Значит, у всех все работает. У всех сексуально все должно быть нормально. Правильно? Где она ломается? Где ломается эта сексуальность? Где сексуальность ломается? На защите. Родители, в первую очередь, да? Как воспитали меня. Второе. В семье. Если муж невежный. А ты где такое выучила? А ты с кем спала? Ты что за такие новости какие-то? Я не понял. А ну рассказывай. Вот захочется после этого быть с ним нежной, сексуальной чувством, если он ее подозревает уже, да? От невежества, от необразованности, от страсти и так далее. Много этих функций, то есть мы отдельно не будем говорить, что это нужно понимать. А мы сейчас обсудим эту тему, да? Где теряется эта сексуальность женская. Поэтому, поскольку это у нас уже врожденное, нужно это не поломать, не потерять. И развивать вот эти высшие энергии. Вот и все. Очень просто. Так, а вопрос по поводу того, если вот, допустим, ну когда мужчине вы говорите, что если твоя жена не сексуальная, то дай ей защиту, да? А я вот как женщина, например, да? Вот допустим, если я понимаю, что я не сексуальная, как мне взять эту защиту? Что я должна дать? Как женщине взять от мужчины защиту? Есть конкретный мужчина? Да. Есть, да? Да. Как конкретно вы женаты? Да. И женаты. Так. Сказать, какое именно защиту? Ну вот эту защиту, которая приведет к... О раскрытости как к женственности, да? Скажите, что такое для вас защита? Что такое для девушки защита, девочка? Что такое для вас защита, скажите? Чтобы, может, наполнить, девушка поняла тоже. Он должен быть сильный, он должен меня, там, ну, я боюсь, например, темноты, я боюсь собак, я боюсь где-то перейти, он должен меня, ну, и в транспорте, и в горах, и на море. Первое, безопасность, элементарная безопасность во всем, да, физическая безопасность. Да. Моего ребенка защитить, мою маму, семью. То есть физическая безопасность. Дальше. Эмоциональная, если мне, я чего-то испугалась, мне что-то страшно, да, вот я боюсь, что там гроза будет, дом развалится и так далее. Эмоциональная защитность. Я очень переживаю за что-то, не знаю, почему, что-то мне страшно, дорогой, не понимаю, что такое. Дорогая, иди сюда, все будет хорошо, не переживай. Когда девочка чувствует это, она не беспокоится. Это защита. Итак, какой мужчина может дать такую защиту? Сильный, который сам уверен в себе, у которого стоит чёрный, первый чакр, если он такой сам тухлик, зайтик, такой суслик, вот он боится, кто-то с высоким чувством ответа. Сразу пригнулся. Нет, у меня мужчина достаточно... Я не про вашего мужчину говорю, я про любовь. Мужчина не только вот это должно быть, да, вот он должно быть здесь, сердце самого, да, энергия должна быть, да. А она, он может быть огромным, большого размера, самодостаточным, с точки зрения, как мужчина. А что такое, как мужчина достаточно? Давай посмотрим, да, что такое. Это значит, он должен быть уверен в себе, окей. Он должен в чём-то быть успешным, в чём-то таком значимым успешным, да. Он должен, наверное, опять же, привязываться к чакрам, я думаю, всё же, чертвеза, наша волшебная чакра. Итак, мужская, пошли по чакрам. Первое, я должен быть сильный физически, морально, в достатке. Мне должно быть крепкое здоровье, я должен в чём-то быть успешным. Хорошо, когда мужчина занимается единоборствами. Армию прошёл, где воспитывать. Да, что такое дисциплина, умеет подчиняться. Мужик, который знает, что такое дисциплина. Вот те, кто не проходил армию, ребята, у вас проблема. Можете компенсировать через то, что займитесь спортом. Займитесь спортом, это развивает мужские качества. Очень важно, это то, что женщина хочет. Она хочет видеть сильного мужика. Даже если я худенький, это не страшно, но если у меня есть уверенность в себе, у меня сильная энергия, сильный Марс, я могу защитить такую женщину. Иногда ты должен быть шкафом, 7х8. Чем больше шкаф, тем громче падает. Совсем не обязательно он должен быть здоровым. Это не показательность уверенности в себе. Окей? Да, он должен быть успешным. Мужских энергий. Какое-то дело должен быть, бизнес. Собствами его люди признают. Авторитет есть. Он умеет коммуницировать, общаться с людьми. Он учится, он обучается, он умеет других учить. И он еще духовный, у него есть цель в жизни. Это уже прям готовый мужчина. У него есть цель в жизни. Да, вот как его сделать таким? Вы выбираете для этого вот этот этап развития. На ваш момент, ваш список, мадамский, джентльменский, что вы хотите. Находите мужчину, с которым мэч, соходит совпадение. И начинайте развивать на любом этапе жизни. Но не на любом этапе жизни. Вы уже готовы. Женщина после 17, ну в принципе, даже и раньше, уже готова создавать семью. Да, если ты получила хорошее воспитание от мамы. Как женщина. Все навыки. Мужчине нужно 25 лет минимум. При условии, что он, мы говорили об этом. 4-4 чакры, когда мужчина прошел сердечную чакру. Духовность начинается, поскольку это одно из важных качеств мужчины. И что женщина должна видеть в нем лидера духовного. Он может это делать только после 25 лет, когда прошел 4-4 сердечная чакра. По один цикл 7 лет. Окей? Ему исполнилось 25 лет. И это при условии, что он развивался с 5 лет, как положено. Он учился, он имел папу, уважал папу и так далее. То есть все проходили этапы нормального развития. Это минимальный возраст. А в наших условиях сегодня такого нет, как правило. Поэтому, кстати, надо добавлять и оценивать, чего ты развил. Я считаю, что если мужчина в современных условиях может думать о женитьбе, ну не ранее 35-37 лет. В моем понимании. Учитывая наш социум. Ему уже 35, ему уже 5 лет женат. Ну, вам уже нужно работать. Вы женщина, вы уже продвинутый. Видите, вы уже изучаете. Найдите. Ну что делать? Что именно? Ну вот что делать, чтобы развить вот это вот, то, что вы говорите, что должно быть в настоящем мужчине. Вот это вот, допустим, движение к цели. Ну, мужские качества женщина не может мужчине, может помогать ему развивать, но они изначально у него должны быть. Ну, я думаю, они есть. Первая чакра, первая чакра отвечает мужчина, не женщина. Я не вижу, как женщина может первую чакру мужчине развивать. Но может быть вдохновлять его, что дорогой, ты у меня герой, ты у меня защитник, как с маленьким ребенком, как вот так вести, да? То есть стимулируешь его, чтобы он себя развивал. Дорогой, ты у меня молодец. А он мне говорит, какой ты молодец? Да классно. То есть вдохновлять.